Рекуперация на электровелосипеде. Друзья, нас часто спрашивают, а когда педали крутишь, он заряжается? А может быть можно поставить сзади мотор, а впереди генератор? И вот мотор толкает, а генератор заряжает, и даже на аккумулятор можно не тратиться. Давайте разберемся, можно ли так? По ссылке в описании вы найдете наш сайт, где есть все комплектующие, о которых мы говорим в наших видео. Привет, меня зовут Александр, и вы на канале Evelbike. Рекуперация на электровелосипеде – это рекуперативный тормоз. То есть при нажатии на ручку тормоза контроллер переводит мотор в режим генератора и создается обратный разгонный эффект. То есть он тормозит электровелосипед, но при этом не потребляет электроэнергию, а вырабатывает и подает ее в аккумулятор. То есть подзаряжает его. Для того, чтобы рекуперация работала, необходимо выполнить несколько условий. Первое. Мотор должен быть безредукторным, то есть прямоприводным. Контроллер должен поддерживать эту функцию рекуперации. На ручках тормоза обязательно должны быть выключатели, а аккумулятор должен быть подходящим. Имея рекуперацию на электровелосипеде, вы получаете два преимущества. Во-первых, вы проезжаете дальше, а во-вторых, вы еще и тормозные колодки бережете. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, в течение поездки тормозите вы на порядок меньше, чем разгоняетесь. То есть можно считать, что рекуперация вернет в аккумулятор примерно 3-5% энергии. То есть при 100 км пробега вы проедете дополнительных 5 км благодаря рекуперации. Однако эффект от экономии колодок будет значительно ощутимей. Например, если комплект колодок стоит 10 баксов, то за год вы можете поменять их на 100 баксов без рекуперации. Итак, с принципом работы мы разобрались. А теперь перейдем к рубрике «Разрушение мифов». Миф номер один. Можно поставить мощное мотор-колесо на заднюю ось, послабее на переднюю ось. Это мощное мотор-колесо будет толкать велосипед, а переднее мотор-колесо будет вырабатывать энергию и подзаряжать аккумулятор. Круто! К сожалению, каждый механизм и даже супер-классный мотор-колеса, у которых КПД достигает 90%, КПД все-таки не 100%. То есть 10% потерь есть даже в самом моторе. Я уже не говорю про трение, накат, ветер и так далее. То есть мотор, преобразовав 100% электроэнергии в 90% механической, обратно не может уже получить 100% из 90%. Если мы передним мотором пытаемся перевести механическую энергию в электрическую, мы потеряем еще минимум 10%. То есть у нас из 100% аккумулятора вернулось в него обратно 80%. Но, ребята, вам же нужно еще при этом ехать, то есть еще какая-то часть энергии должна была бы быть потрачена. Поэтому, если вы крутите педали для того, чтобы подзаряжать аккумулятор, то, скорее всего, вам надо будет приподнять велосипед, чтобы мотор-колесо крутилось в воздухе. И тогда, да, часть энергии вернется в аккумулятор. Но, может, проще было просто крутить педали и ехать? Миф номер два. Рекуперация снимает нагрузку с аккумулятора и продлевает его срок эксплуатации. Дело в том, что если углубиться в изучение даташитов на аккумуляторе, то, как правило, ток разряда в 10 раз больше, чем ток заряда. Например, для 10 А часового аккумулятора ток разряда будет 30 А максимальный, а ток заряда 3 А. Но при использовании рекуперации вам нужно то же количество энергии, которое вы затратили на разгон, выработать рекуперации для того, чтобы с такой же динамикой остановить электровелосипед. То есть, такой же ток будет заряжать аккумулятор, а это уже превышение его номинальных значений. В конечном итоге такая эксплуатация может привести, наоборот, к его быстрому выходу из строя. Поэтому вам необходимо брать аккумулятор намного больше емкости, чем требуется для вашего пробега на одном заряде. В таком случае большой аккумулятор сможет безболезненно переносить токи рекуперации. И тут я уже прям чувствую, как опытные электробайкеры пишут комментарии. Рекуперацию же можно регулировать? Смотрите, если бы рекуперация регулировалась усилием нажатия ручки тормоза, да. Но, к сожалению, пока на электровелосипедах она работает только включена-выключена. Если вы с дисплея настроите меньший уровень рекуперации, допустим, не 20 или 30 А, которые вы ощущаете при торможении, а 3 А, то просто не будет ни торможения, ни зарядки. Ну, сколько-то там, 10 тысячных вы получите от общего пробега. Ну, какой в этом смысл? А теперь еще несколько случаев, как рекуперация может нанести вред электровелосипеду. Представим ситуацию. Вы живете на вершине горы. Вы полностью зарядили аккумулятор и начинаете свое движение вниз по затяжному уклону. То есть сразу же нажимаете на тормоз. Что происходит в этот момент? Сама по себе рекуперация – это процесс, когда энергия механическая преобразуется в электрическую и идет в аккумулятор. То есть аккумулятор является потребителем. Если аккумулятор полностью заряжен, то куда пойдет эта энергия? Возможно, как минимум, три сценария. Первый сценарий. Аккумулятор будет перезаряжаться. То есть он эту энергию примет, но это будет не полезно. Второй сценарий. Аккумулятор отключится. То есть плата защиты в аккумуляторе просто отключит его. Такое происходит, если порт заряда и разряда на плате симметричный. То есть защита работает одинаково и на заряде, и на разряде. Бывает по-другому. Бывает такое, что защита от перезаряда работает только на порте заряда, который не подключен к контроллеру. И в нашем первом сценарии эта защита не сработает. Во втором сценарии, когда защита сработала, у вас откажет рекуперативный тормоз. Да, допустим, при движении с горы ничего страшного. Но если вам нужно резко остановиться перед затормозившей машиной, или вас не пропустила выезжающая машина со второстепенной дороги, может произойти такой момент, когда рекуперация работала-работала, достигла максимального заряда аккумулятора и выключилась. И в этот момент вы, во-первых, теряете тормозное усилие неожиданно, а во-вторых, сам процесс рекуперации подразумевает скачок энергии вверх, для того, чтобы из большего перетекало в меньшее, в аккумулятор. Аккумулятор из этой цепи у нас выбыл, то есть отключился. И вот это большее напряжение ищет во всей цепи, что не выдержит его. Как правило, это становится дисплей или еще какие-то приборы, которые не рассчитаны на повышенное напряжение. И здесь могут быть следующие последствия. Первый вариант. Если БМС-плата в аккумуляторе отключит аккумулятор по защите от перезаряда, в этот момент у вас появляется непредсказуемое торможение, то есть до какого-то момента вы с рекуперацией тормозили, а в какой-то момент она пропала. И второе. Из-за скачка напряжения от выбывшего из цепи аккумулятора, в вашей цепи может что-то сгореть, то, что не выдержит этот скачок. Как правило, это дисплей, то есть дальше вы не поедете. Второй вариант. Если аккумулятор не отключился, ничего не сгорает, торможение предсказуемое, но если так происходит часто, то, скорее всего, аккумулятор испортится очень быстро. Есть еще технический момент касательно конструкции электровелосипеда и крепления мотора-колеса. Дело в том, что рекуперация создает обратный момент от разгона, а ось – это крепление мотора на велосипеде, и все нагрузки передаются через ось, это точка опоры. И с рекуперацией она с большей вероятностью откручивается, либо разбивает посадочное место. Поэтому желательно усиливать этот узел и постоянно проверять усилие затяжки гаек. Итак, подытожим. Для ощутимо мощной рекуперации вам необходимо покупать аккумулятор большей емкости, чем требовалось для вашего пробега. Второе. Мы рекомендуем все-таки регулировать токи рекуперации для того, чтобы беречь ваш аккумулятор. Третье. Если вы все-таки живете на горе и начинаете свое движение со спуска и торможения, не израсходовав ни капли энергии в аккумуляторе, не дозаряжайте аккумулятор дома, а ставьте себе пару вольт на эту самую рекуперацию. Четвертое. Старайтесь ездить все-таки спокойно, чтобы избегать частых разгонов и торможений. И самое главное. Следите за узлом крепления мотор-колеса. Постоянно контролируйте усилия затяжки гаек. А в следующем видео мы разберемся с правилами эксплуатации литиевых аккумуляторов. Что можно делать, что нельзя делать, как заряжать, как разряжать, как хранить. Подписывайтесь на наш канал. Здесь мы будем делиться полезной информацией об электровелосипедах, моторах, аккумуляторах и прочих комплектующих. Субтитры создавал DimaTorzok